Что для вас значит слово спорт? Уверен, каждый сейчас назвал что-то свое. Для кого-то это повод отдохнуть с друзьями за просмотром любимого турнира. Для некоторых это утренняя пробежка перед началом рабочего дня. Возможно, спорт для вас это способ оставаться в гармонии с самим собой. И лишь до немногих. Это годы упорной работы, тысячи тренировок, литра пота и крови, пролитые в преодолении своих физических и ментальных границ. И все это ради одного. В конце любого текста проработан над собой тяжелый труд должна быть точка. И сегодня в этом видео вы увидите одну из многих точек в конце такого предложения. Воспорная лата и по хитбоксингу. Подвигается на чемпионат Европы. В городе Стамбул. Стамбул. Ну все, П擊инал, погоди. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И ночевать в нем На следующий день мы вернулись обратно И сейчас уже все благополучно попали в свои номера Хорошая комната со всеми базовыми удобствами Телевизор Холодильник И такой открывается видозак Осталось убрать лишние 200 грамм на весах И взвешивание будет последнее на сегодня Что отделяет от плотного обеда Фух, ну все, вес сделан В итоге эти весы еще показали на 300 грамм меньше Так что Можно было в целом не переживать Ну все, отлично Вот такое шикарное блюдо За 300 туристских фир Но самое классное, что в нашем отеле Есть очень большая фитнес-зона Здесь будем тренироваться Сегодня скакалка, бой с тенью Поработаем на лапах В общем, раздвигаемся после самолета, после дороги Субтитры сделал DimaTorzok Все легко потренировались Сейчас самая классная часть Идем в бассейн На этом закончился наш первый день По списку Пармы узнали, что в результате же обоевки прошел следующий круг Поэтому на второй день не стали оставаться в отеле И поехали на прогулку в центр Стамбула Стамбул Стамбул, или для более возрастных зрителей Константинополь Крупнейший город Турции С населением 15,5 миллионов человек Стамбул был столицей Римской, Византийской, Латинской и Османской империи Но сегодня статус столичного жителя уходит ребятам из Инкары Нашей первой точкой стала мечеть Султан Хамед Постройка мечети была инициирована в 17 веке у Султана Мохамедом I Которому, кстати, на тот момент было всего 19 лет Строительство закончилось через 7 лет в 1616 году К тому же ранее на этом месте стоял большой двоец И до 1081 года главная института византийских императоров Но двоец был заброшен и сейчас здесь можно наблюдать наследие османской архитектуры И почти напротив главной мечети города расположился символ Золотого века Византии Софийский собор Прошлым православный, но после захвата Константинополя османами был обращен в мечеть Удивительно, что такой масштабный проект был закончен всего через 5 лет В 532 собор был заложен, а уже в 537 освящен императором Юстианом I На этом туристическая часть нашей поездки завершается Теперь самое время перейти к тому, зачем мы поехали в Турцию Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... КОНЕЦ 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 Ну все, полуфинал пройден. Завтра либо послезавтра финал против Турции. Хороший и интересный соперник будет. Сегодняшний был довольно неудобный. Влетел, поэтому не удалось полной мере работать. Но финал будет интересен. КОНЕЦ 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Это был финальный и последний бой на этом чемпионате Европы. К сожалению, в К1 всегда меньше участников, чем в других дисциплинах, и поэтому, пройдя во второй круг, на этом турнире я провел два боя. В любом случае, эта поездка получилась очень яркой, и хоть и не получилось показать все, я надеюсь, вы смогли хоть немного почувствовать эту спортивную атмосферу и получить положительные эмоции от просмотра. Если так, то задача этого видео успешно выполнена. Также вы можете найти меня в других соцсетях, там новый контент выходит практически каждый день. Но сейчас, всем пока, занимайтесь спортом, путешествуйте, увидимся в следующих видео.